Меридиан-113 Меридиан-113 Новые неизведанные территории и интересные места. Как мне показалось, по мнению наших разработчиков, группировки, заселяющие Америку, те, которые имеют территорию, войска и города, больше походят на банды, стремящиеся захватить больше влияния и власти. В отличие от европейских государств, между которыми все же был союз и дружба. Ну, пусть так и будет. Янки ведь тоже думают, что мы тут с медведем на балалайке на бутылку водки играем. Наш герой, как и в оригинальной игре, катается по городам, выполняет квесты и попутно улучшает свое авто. Однако в балансе игры произошли значительные изменения, о них и пойдет речь. Во-первых, урезана жизненная энергия авто. Допустим, если в оригинале молоковоз имел 1500 жизни, то тут только 500. Бензобак также уменьшили, так что придется чаще заправляться. Зато возросла броня, что существенно снижает повреждения. Также некоторое оружие, в особенности энергетическое, было ослаблено. Во-вторых, в ящиках, которые остаются после поверженных врагов, помимо товаров начали попадаться деньги. А используя некоторые товары, такие как металлолом или топливо, можно, соответственно, починить или заправить машину. Продавать товар также стало выгоднее, теперь он имеет стандартную цену, и она не снижается, если продается несколько видов однотипных предметов. В-третьих, те, кто любит исследовать всю карту досконально, также не будут разочарованы. В каждой локации, в определенных местах лежит один-два ящика с более мощным оружием или предметом, чем можно купить в ближайших городах. Так уже в самом начале игры, любопытный игрок сможет найти мощную бластерную пушку. В-четвертых, у героя появился такой показатель, как харизма, и она может быть как положительная, мирная, так и отрицательная, военная. Также способности, требующие отрицательной и положительной харизмы. Для повышения уровня необходимо навешать на вашего боевого коня соответствующие рисунки. Добрые рисунки будут давать плюс, военные, соответственно, минус. В-четвертых, появились новые мини-игры, такие как гонки, гладиаторские бои, отделы с пушки роботов и другое. Как-то сильно на геймплей они влиять не будут, однако некоторое разнообразие, позволяющее отвлечься от основных трудовых забот в игре, внесут. В-четвертых, немного изменились теростепенные и повторяющиеся квесты. Их стало больше и они стали разнообразнее, появились задания на время, а главное задание по сюжету в некоторых местах даже превосходит сюжет оригинальной игры. Игра по сравнению с оригиналом стала более динамичная, бои более шустрыми, а задания более веселыми. Хотя в основном контексте это все та же X-Machine, претерпевшая некоторые изменения. Графика уже в 2008 году была на среднем уровне, сейчас она конечно красотами не блещет, но все же не так плохо. А тон несомненно понравится тем, кому пришлась по вкусу оригинальная игра, хотя он и практически в два раза короче. На этом все, всем удачи и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok